Всем привет! Сегодня я начала пересаживать пеларгонию. Я уже одну с вами пересаживала. Сейчас покажу, как она себя чувствует. Вот она, девчонки. Смотрите, как она подросла. Вот видите, был вообще там корешок. Отрастают вот маленькие листочки, чтобы вы видели. Видите? Попробую с вами их показать. Уже буду просто ее заносить. Она оставила у меня до сих пор на улице, но 9 градусов ночью было. Я уже буду ее заносить, поскольку думаю, чтобы она не замерзла. Значительно она подросла. Видите? Вот молодой она пускает. Вот эти, которые черенковали. Они у меня ведерки и накрытые кулечком. Тоже оставляла на улице. Наверное, для них холодно. Буду их заносить. Пока я не вижу прям таких успехов. Но я уже нашла свою ошибку и думаю, поделюсь с вами. Я это впервые делаю, но уже я поняла, в чем дело, ребят. Это вот эти цветоносики. Вот сейчас на новых, которые я буду высаживать тоже на черенки, их надо срезать. То есть они, естественно, будут сок тянуть. Видите? Вот корешок. Вот он уже не распустится, к сожалению. То есть это ошибка. Необходимо все. Листья, которые они были подвявшие вообще, то есть она сама поубирала, поскидывала. Вот этот еще пенек, наверное, сейчас обрежу. Какой-то он вообще несчастный. Самый несчастный. И цветоносики. Сейчас аккуратненько секатором уберу. А вот эта вот новую белую, что на моем канале, я показывала ее, тоже тут она вообще, видите, все я здесь решила кардинально прям вот маленький. Тут есть листочек. Поспиливала, так скажем, ее омолодить в куст на зиму. Эксперимент пополнил. И сюда прям вот этот горшок вставила два череночка. Прям думаю, мало ли, может она так даже. То есть без пакета будет. Вот так вот. Просто в землю. Прям сразу, ребят. В этот же горшок. Не знаю, проэкспериментирую. А вот это вот новые черенки, которые я посрезала с белой, все точно так же сделала. Наискость обрезала. Все, оно полежит. Ну, оно уже подсохло. Видите, подсушилось. Вот так оно имеет свойство подсушиваться. Вот видите. И вспомнилась. Думаю, вам покажу, ребят. И вот цветы, к сожалению, придется смотреть, как она, как еще не распустилась, как розочка. Напоминает розочку. Она хоть и простенькая, все равно хочется ее мне сохранить. Для себя открыла в этом году этот цветок, ребят. Может для кого-то он простенький. Но я не довольна. На даче декорировать это самое то. То есть она к жаре особо так не пихотливая. И сейчас вот эти цветоносики посрезаю. Сейчас вместе с вами. Я тогда забыла вообще, да. Я упустила этот момент. Но это вообще-то делала впервые. Видео посмотрела. И все. Обязательно, чтобы цикатер у вас был острый. И главное условие. К сожалению, придется вот это вот такие бутончики поубирать. Чтобы стопроцентно она у нас укоренилась. Первый раз я взяла эту пиларгонию. До этого у меня ее не было. Я вам уже говорила как-то. Вот этот пенек тоже, наверное, уберу, ребят. Вот это посрезать. Вот этот пенек, не знаю. Вот этот пенек все убрать. И тут получилось, что все поубирали. Ну, может что-то и будет. Но там вообще сухой пенек. Я так понимаю, ребят, ее нельзя сильно заливать. Вот видите, тоже вот это все поубираю. Чтоб оно не тянуло силы. Вот так будет выглядеть. Ну, здесь все максимально просто. Я уже показывала. Все вроде везде. Посрезала. И вот еще пропустила. Вот тоже все вот это убираю. Очень есть красивые. Я вообще смотрела. Вот так вот будет. Там у девчонки такая, знаете, их очень много видов. Я такую еще не видела. Как розочка. То есть она прям темная у нее. Такие бутончики. Ну, прям как розочка. Пышная-пышная. Такой цветок пышный-пышный. Все. Здесь я тоже все посрезала. И тоже белую буду пробовать черенковать. Все как обычно. Горшок. Маленький стаканчик это у нас. И земля. И все. Листочки все пообрывали лишнее. И вот так вот вставляю. И все. Даже без корневина. То есть. Все вот так вот. Все буду вот так вот все. Так я его и не нашла, этот корневин. И тоже в судочек. Пакетиком закрою. И все, ребят. Может кому-то подарю там со знакомых. Часть. А часть останутся на дачу. Белая, конечно, шикарная такая. Ну, по сравнению, которая у меня есть. Так что это чуть получше выглядит. И все. Просто буду выкладывать. Складываю сюда в судочек. Наверное, в один не влезет. И пакетиком накрою. Два придется в судочек. Вот так вот. Сейчас еще тогда один возьму. И уже, наверное, не буду оставлять на улице. Все уже. Конец сентября. Вот так выглядит все. Будущие наши кустики. Вижу вот так. Смотрите. Белая, конечно, намного лучше выглядит. Чем там. Вот у меня вот этот листочек уберу. Он вообще желтый. Она не выглядела. Мне кажется, там куст. Вот этот, за который я вам говорю. Мне кажется, его очень много раз черенковали. Не знаю, может, уже его забрать там было. Ну, сейчас посмотрю еще, что буду забирать. Ну, вот так. Ну, шесть дней назад мы с вами высаживали. Уже она намного лучше. То есть, выглядит, начинает отрастать. Вот молоденькие побеги. Так что, ребят, сегодня такая тема. Хотела вам сказать, чтобы вы не совершали моих ошибок. К сожалению, вот эту красоту нам пришлось с вами удалить. Заради того, чтобы получить потом намного больше цветов. Пышных, красивых. Все. Пишите ваш опыт. Все. Будет интересно почитать. Все. Всем пока. Спасибо. Спасибо.